Всем привет! Приветик! Привет! Привет! Шпулики лучшие! Бали Карнабал! Бандитас, гангстеритос! Герман Глаз на связи! Юлька Шпулика или Юлия Гаврильевна? Димас Бок, расколбасы вперед! Екатерина Голоша, ну можно просто крыска! Золотого Вероничка! Сегодня мы на астрона-фм поем, общаемся, секретничаем, болтаем, короче, все вместе! Это точно! А главное сплетничаем! Сколько мы вместе? Мы начинали вообще с девочками, и с девочками мы уже где-то, наверное, больше года, кроме меня! Да! Вероника! Вероника! А вот с Вероникой и с ребятами где-то, я думаю, месяцев восемь? Вероника, например, летом! Почти уже год! Мы уже скоро будем отмечать год сожительства нашего общажного вместе! А вам не кажется, что это звучит как будто отношения между парнем и девушкой? Вы сколько уже вместе? Мы год! А у нас семейные такие приятные отношения! У нас стали общие носки! Изменилось, на самом деле, очень многое, потому что за этот год мы друг к другу притирались, как камушки в море, друг к другу находили общий подход, изучали друг друга. То есть за этот год мы уже знаем повадки, настроение, смену настроения у кого-то, кто сколько спит, кто сколько кушает, кто что любит. В общем, за этот год мы стали роднёй и прям, ну, вообще, как будто мы всю жизнь вместе жили, да, ребята? Ну, в общем, просто семья! Прежде всего, мы получили в этом доме поддержку, которую не могли найти в других людях, потому что они просто-напросто нас не понимали, зачем мы снимаем тиктоки, для чего мы это делаем. А когда мы собрались все практически с одними мыслями, стало намного проще, мне кажется, и мотивация появилась. Каждый в нашем доме настолько индивидуален, настолько интересный персонаж, что назвать кого-то уродом, ну, невозможно. Каждый, каждый прекрасен по-своему. Мы все разные, все дополняем друг друга. А вот поговорка «в большой семье клювом не щёлкают» к нам очень подходит, потому что еда и носки заканчиваются просто максимально, и тут надо подоспеть вовремя. Кто не знает, у нас есть еще один участник, Паша Дворецкий, он, к сожалению, не смог сегодня приехать, у него недавно была одна операция, но он не успел до конца клематься, и мы решили, он решил остаться дома. Вот, но мы его тут подержали, спели его песню, и на самом деле жалко, что его сейчас нету, но он уже скоро поправится и будет опять с нами. Катя шиперет всех. Когда не хватает одного участника, то скажите, ребят, уже не так и вообще не то. Да, вот Вали не было, я даже за ней поехал, чтобы ее забрать вчера. Она с родителями отдыхала, развлекалась, и когда кого-то не хватает, прям хочется обратного вернуть. И когда долго тебя нету в доме, в хаосе, то вообще-то как-то грустно, что ли, становится, уже даже не понимаешь, что тебе делать, не слышно криков никаких, не слышно где-то что-то, кто как, с кем разговаривает. Ну, то есть вообще абсолютно грустно и скучно, хотя раньше я была абсолютной одиночкой, я любила сидеть дома одна, что-то делать, выдумывать, но когда вот так, настолько близко уже с ребятами, то в одиночестве уже как-то впадаешь в такую мини-депрессию, тебе хочется закутаться в одеялко и сидеть в такой, типа, уйдет. Хочешь собрать и вернуться к ребятам. Кстати, мы когда надолго уезжаем куда-то, например, на неделю отдыхать, мы потом все возвращаемся с чувством того, что мы дома. Это так необычно, потому что раньше ты приезжаешь к родителям, и у тебя такое чувство, мы дома. У тебя такое же чувство остается, но тут какая-то связь прям энергетическая. Встретили как-то. Да. Ну. Ой, подожди, ты же со мной была. Мы ребят встретили, мы свечки приготовили, ну, можете увидеть там в ТикТоке видео, еще где-то. Мы прям встретили по-домашнему, там взяли сушь. Ну, если... Ну, ладно. Ну, если? Если кто не понимает, мы просто отдыхали на Мальдивах недавно. Без меня. Целую неделю были на Мальдивах, там очень хорошо. Если вам холодно, то посмотрите наш влог. Ну, мне кажется, что каждый из нас, если берет за что-то, за музыку, за ТикТок, за Ютуб-канал или еще что-то, мы этим занимаемся, полностью выкладываемся. И мне кажется, что каждый... Нет прям такого сильного приоритета на что-то одно. Ну, не знаю, у меня так, я, насколько наблюдаюсь за ребятами, я так вижу, что мы просто все растем, растем внутри себя, растем, развиваясь в разных других областях. Появляются новые интересы, многие на какой-то спорт ходят дополнительно, и Катя вообще теннисом занимается, ее сам в шоке. То есть каждый, может, ММА там еще, девочки даже, девочки, да, занимаются единоборствами. На самом деле, у каждого человека в доме абсолютно разные хотения и приоритеты. То есть, несмотря на то, что мы как бы занимаемся в общей сложности одинаковым и одним и тем же, но у каждого абсолютно разные предпочтения. Допустим, кому-то больше хочется пойти там, сниматься в сериале, кому-то хочется прям придумать новый трек, хит там вообще. Кто-то просто любит иногда, как Вероничка у нас, зайти в комнату, погрузиться в свои мысли и писать, допустим, лирическое что-нибудь, песни. То есть, кто-то любит врубить музон там и на первом этаже танцевать, сжигать. От свой трек. Кто-то любит днями пропадать в спортзале, как у нас это делает Катюха, ей прям очень это нравится, на танце, там везде вся такая деловая в разъездах. И, в общем, у каждого абсолютно разная жизнь, кто-то любит поспать подольше, то есть, по-разному, вот прям по-разному. Ну, если честно, я, например, мечтал выступать на сцене, прям выступать с 12 лет. У меня в комнате всегда стояло зеркало, и я всегда перед ним выступал. Да, я прям такой, я пел чужие песни, и я такой, ну, когда-нибудь это случится. Но я всегда боялся за это браться. Я думаю, ну, когда-нибудь, ну, когда-нибудь. А потом в какой-то момент я такой, ну, все, надо это делать. Прошло уже столько времени. И я очень рад, что у меня более-менее все получается. Я сейчас вот выступил в очередной раз, и это очень-очень круто. Я даже не знаю, как это сказать. Просто вот даже мышление у нас настолько разное, что порой на такие вопросы очень тяжело ответить, потому что ты не знаешь, что будет завтра. Да, может быть, ты пойдешь на концерт, да, переволнуешься очень сильно, что-то не так сделаешь, и потом у тебя будет страх, и ты такой, блин, ну, это не мое, пойду-ка я вот в это направление. И то есть ты не знаешь, что с тобой случится завтра, что ты захочешь завтра. Вот я всегда говорю, может, мне завтра захочется там, я не знаю, пойти здание проектировать. И я не знаю, что от тебя ожидать. И, блин, вот пусть все будет так, как происходит, как складывается, все очень круто, классно, но время только можешь показать. Я вот тоже хочу согласиться с Валей, потому что я, например, тоже человек очень разнообразный, если можно так сказать. Я не могу все время заниматься только одним делом. Я хочу постоянно пробовать что-то новое. и, опять же-таки, согласна с Валей, что покажет только время, твое это или не твое. Главное – это ответственно относиться к любому делу, к которому ты подходишь, и отдавать себя на все 100%. Тогда ты получишь результат. И даже если у тебя какое-то самое любимое дело, и ты проводишь очень много времени над ним, все равно, ну, лично у меня так, лучше свой день пикивать много-много разных дел, вообще разных-разных, и спорт, и музыку. И танцы, и блог, и все-все-все, тогда даже в музыке появляется больше идей. Хотя, казалось бы, ты проводишь меньше времени, уделяешь тому меньше внимания, но у тебя лучше это получается. Вот почему ты пропадаешь тогда. Да, и вообще, пока в кайф... Почему ты сейчас пропадаешь? И пока в кайф это, то почему бы не заниматься? Если, опять же, вот как Валя и Юля сказали, если завтра даже кайф пропадет, то все. Мне, кстати, очень нравится молодое поколение сейчас. Почему? Потому что как раз-таки только тиктокеры настолько, как это называется, решительные люди, что они не боятся себя пробовать в чем-то новом и идут до конца. Когда другие люди там говорят, «Господи, зачем вы лезете в пение, в музыку?» Ой, это же одно и тоже. Ну, вы поняли. То есть мне очень нравится молодое поколение тем, что она не боится развиваться, не боится услышать мнение другого человека и сразу сдаться. То есть боевое поколение сейчас действительно боевое поколение, которое еще всем покажет, на что она способна. Я согласна полностью с Юлей, потому что сейчас, на самом деле, есть такие токсичные люди, которые постоянно пишут в комментариях. И вот я даже не знаю, чем оправдать этих людей. Я всегда говорю так, что это не беспричинно. Ну, то есть если человек так написал, то, возможно, что-то такое есть. И вот когда я вижу плохие гневные там комментарии, типа, «Куда вы лезете? Вам это не дано!» А с другой стороны, откуда, черт возьми, людям, чужим, абсолютно людям, которые не живут в своих мыслях и в своей голове, знать, что тебе дано, а что тебе не дано? Как вообще чужой человек может это решить? Я вот абсолютно согласна, что наше поколение сейчас, оно рушит вообще все стереотипы, то, что человек может заниматься тем, что ему нравится. Мне вот сегодня нравится, я пошла песню там написала, спела я. Мне сегодня это разноравится, я пойду нафиг и буду картины рисовать. Завтра мне что-то другое понравится. И моя жизнь будет полна столькими красками, то, что потом в старости я сяду такая, «Господи, ну я все вообще в этой жизни попробовала, и мне было супер!» А если ты будешь сидеть такой, «Блин, мне это не дано!» Если нет такого слова «дано или не дано!» Есть слово «хочу», «могу», «сделаю!» То есть ты захотел, ты пошел, ты научился, ты попробовал себя в этом. А если ты будешь сидеть такой, «Блин, ну мне не дано!» И вот и все. И ты ничего за это время не успеешь просто сделать, потому что тебе было просто страшно. А сейчас рушатся эти стереотипы, это очень классно. Нам очень нравится, кстати, что тем, что мы делаем, мы мотивируем наших подписчиков вставать с дивана и не сидеть и такие, вот я там приду, одноклассница надо мной посмеется, потому что так неправильно. А они смотрят на нас, мотивируются и такие, да пофиг, что вообще все равно, что скажет одноклассница, я сделаю так, как я хочу. И мы очень хотим всем нашим подписчикам передать нашу энергетику, чтобы они так же, как мы, не боялись общественного мнения, принципов и вот этого всего. И просто делали то, что хотят. Мы никого... Главное настрой и чтобы ты хотела этого. И все получится. Ну вот, если честно, чего добьется человек, который будет сидеть и всего бояться? Лучше один раз сделать, сто раз пожалеть, чем не сделать и жалеть в три раза больше. О том, что не сделал. Да. Не, ну насчет образования я хочу сказать то, что, ну, например, я в данный момент учусь в ВУЗе. До этого я закончил 11 классов обычной школы. Я был хорошистом всегда, очень хорошо учился. То, что если я, значит, блогер, то, значит, все, я не учусь. Если я артист, то я не учусь. Нет, то, ну, кажется, если вы приоритеты, у меня, конечно, есть приоритет на то, что сейчас я делаю, но я не забываю о том, что надо учиться. Я получаю высшее образование. Ну, у нас у каждого свой путь по образованию, но вот лично у меня так, и мне кажется, что это круто. Я хочу... Ну ладно, давай. Я вот могу сказать, что единственное, что я не поддерживаю пропаганду того, что образование сейчас не нужно. Каждый сам для себя решает, но когда у тебя есть ответственность перед людьми, которые на тебя подписаны, ты должен это понимать у себя в голове, дабы не придя на какое-то шоу и сказать, знаете, ребят, я считаю, что образование вообще никому не нужно, потому что у меня получилось стать блогером и без образования. И сидят дети такие, да, мама, я не хочу больше учиться, я пойду в блогеры. И если разумно рассуждать, не у каждого это получится. Поэтому я хочу сказать нашим подписчикам, ребят, в первую очередь думайте своей головой. У вас есть своя голова на плечах. Если вы просто посмотрели на кого-то и решили, что вам это не нужно, то сто раз подумайте. Я, кстати, тоже сейчас обучаюсь в институте и могу все это совмещать на заочной форме. Я сейчас учусь. Вероника также вообще в Минске как-то заочно учится и все получается. Я хочу сказать то, что с каждым годом я взрослею и вспоминаются мне слова моей мамы, то, что образование это как подушка безопасности, которую у тебя никто никогда не отберет, которую у тебя не выкинут в мусорку, не высунут из головы все, чему тебя научили. И это огромный стартап. Если у тебя что-то не получается, у тебя всегда есть возможность идти в том направлении, на которое ты учился. В данный момент у меня офигенный аттестат. У меня всего лишь две четверки, все остальные пятерки. У меня был очень высокий проходной балл. Но почему-то так не сложилось, что я с двух колледжей ушла. Там своя история была такая очень серьезная. И вот я сейчас думаю иногда, у меня до сих пор нет образования, но со следующего года я обязательно иду учиться. Прям максимально строго я для себя это решила. Просто в последнее время я была в такой беготне, что погоня, что-то делала постоянно. Но образование это очень важно. Это очень важно, потому что даже если, девчонки, вот задумайтесь, когда у вас появятся дети, и дочка такая приходит, мам, слушай, а вот ты где училась? Я такая, нигде. И ребенок такой, а слушай, раз ты нигде не училась, зачем мне это нужно? Это нужно не только для вас, но для ваших детей, для людей, которые на вас равняются. Это огромная вот эта вот подушка, которую у тебя никто не отберет. И, ребята, это очень важно. Это серьезно очень важно. То, что вам говорят родители, родители говорят это не впустую, и не просто так, а из-за того, что они переживают из-за вашего будущего. Ты не знаешь, как у тебя все сложится. Вот я нигде не выучилась, и я сижу и думаю, господи, если бы у меня ничего не получилось, вот что бы я сейчас сделала? Что? Что? Я бы сейчас сидела, училась бы дальше, потеряла бы просто столько времени из-за того, что я с двух колледжей ушла. Но сейчас я все нагоню, обещаю. Так что, ребята, учеба, это нужно. А я хочу сказать, что многие путают просто понятие учеба и образование. Образование — это школа-университет. Школа-университет — это не есть учеба. Ты можешь ходить каждый день на пары, можешь убивать там кучу своего времени, и все равно с каждым днем все будет хуже и хуже, ты будешь деградировать. А можно сидеть дома и при этом получать кучу просто информации суперполезной. Или если ты не ходишь в университет, это не значит, что ты не учишься. Ты можешь пойти, даже если ты блогер, ты учишься снимать ролики, ты учишься говорить на камеру, ты можешь пойти, не знаю, водить машину учиться. То есть постоянно человек учится, и если он не ходит в университет, то это не значит, что он не учится. Нет, я предлагаю ходить в университет, но опять же делайте с кайфом. И главное понимать, что учеба это не есть образование, образование это не есть учеба, но образование это круто. Всегда должен быть запасной вариант, у меня мама с самого детства таскала по стоматологиям, потому что она стоматолог, и на меня времени вообще не было, я вечером к ней приходил и уходил с работы. И меня с самого детства приучали, чтобы я был стоматологом. Я, конечно же, отучился, и из-за того, что меня таскали, я не особо, да, я перестал любить это образование. И когда я уже поступил, я уже учусь-учусь, уже четвертый год, и понимаю, что мне это не нужно. Но все равно я закончил, потому что это нужно, это запасная фишка. Я просто представляю, когда сейчас, знаете, радио, машина, ситуация, мама везет дочку в школу. О, мама, это мои любимые тиктокеры. И мы тут начинаем говорить про образование, образование, да, да. Она такая, вот что за подстава. Мама такая, слушай, слушай. Нет, ну мы же на самом деле, помимо того, что опять же там многие сейчас у нас в вузах, в колледжах учатся, мы учимся петь постоянно, каждый день учимся, каждый день, значит, танцать, говорит на камеру, мы репетируем все это. И это большой труд. Если вы думаете то, что мы такие ставим тикток, там открываем рот и все, и мы теперь классные. Нет, это не так. Это, правда, большой труд, который нам безумно нравится делать и который мы живем. Я очень хочу кушать. Но образование это очень хорошая вещь. Нужно учиться. Я закончила 9 классов, потом поступила в Пермский финансово-экономический колледж. Сейчас на заводчике учусь на банковское дело, но в Перми до сих пор. Ну, конечно, там последний раз не знаю, когда была, но учеба это важно. Главное, учитесь. Почему вы смеетесь? Вот, и сейчас у меня такое ощущение, что я сейчас с лоба по рукам паду. Но лучше, конечно, учиться до 11 класса. Но если хотите, можете и до 9 учиться. Решайте сами, я что-то заведу не буду. Я тут ничем помочь не могу. Катя просто халлоу-кис. Халлоу-кисы, это я, краса. На самом деле Катя просто самый прямолинейный человек, которого просто не отыскать такого, как она. Все прямо и в лоб говорит. Не водя вокруг до окна, ну, я вообще чем не могу решать сами. Я есть хочу. Нет, реально. Здравствуйте. Ну, не знаю, не знаю. Ну, слушайте. Хейт знаю. Я думаю, всех как-то послали в хейте. У каждого хейт типа разный. Разный хейт в смысле должен быть. Да нет. Просто у каждого хейт разный. Кто-то какую-то фигню сделал. Отвечает за это. Мне кажется, у ребят не так много хейта, как у меня, потому что меня всегда обсирают. Почему? За то, что я обсираю все. Да, на самом деле, это есть. Допустим, что-то там высказала где-то свое мнение, кто-то с этим не согласен и делится 50 на 50. И в комментариях где-то пишут, вот ты крыса. Ну да, крыса. И что ты мне сделаешь? Ну что? Ничего. Вот. И пишут, ты крыса. Ты видел вообще себя. Посмотри на себя. Сделай что-нибудь с собой. А я не хочу. Я себе нравлюсь. И что ты меня вот обсуждаешь? Можешь вообще не обсуждать? Катя, ты хейтера как будто приставила рядом с тобой. Черт. Что драка будет? Можешь на мне? Спасибо. Я устала молчать. Я очень долго молчала и всегда, типа, игнорировала хейт. Но за последнее время произошло то, что меня немного, так скажем, подкосило. Я сейчас буду честна и откровенна. Ну, серьезно. Я очень редко когда-то что-то поднимаю на камеру. Очень редко что-то обсуждаю. Но сейчас пришел пик и момент сделать это. Недавно мы выложили ролик на семейный наш аккаунт, где я танцевала. Корфе, корфе. Короче, танец. Я была в спортивной форме. Это видео набрало 4 миллиона просмотров и 800 тысяч лайков. И я такая захожу, думаю, нифига себе, круто, круто, типа, мой танец как зашел. Открываю комментарии. Все комментарии о том, что я жирная, толстая, безобразная, ужасная. То, что Валя не такая, какая была раньше. Она пожирнела. Она растолстела и раскабанела. Я такая сижу и думаю, блин, реально? Ну, типа, правда? Это я говорю к тому, что люди очень часто навязывают свое ненужное мнение, которое никому никуда не припало. Люди очень некоторые токсичные, злые. Злых людей очень много, ребята. Если вас так же гасят, держитесь. Я с вами. Потому что после этого я смотрела на себя в зеркало. Вот, правда, честно. Сейчас положу руку на сердце. Я смотрела на себя в зеркало и думала, господи, неужели? Вот, неужели я реально такая? И все девочки меня поддерживали и говорили, типа, ты загоняешься, ты загоняешься. Но люди, которые писали мне это, там набралось 30 тысяч лайков на комментарии, где сказали, что я жирная. И я такая думаю, блин, 30 тысяч людей не могут просто так это сказать. И с этим очень тяжело бороться. Я хочу сейчас для всех хейтеров сказать то, что мы все, мы реально еще дети. И вот мне 19, я девчонкам по 18. Вероничке вот только будет 18. Она самая младшая. У нас... Самая маленькая, берегая. У нас тоже очень шаткая психика. И мы не железные. И мы не роботы. И нас тоже очень можно задеть. Но, ребят, если вас гасят так же, вы просто держитесь. Ничего с этим не поделать. Просто перед тем, как вы пишете какой-то комментарий, задумайтесь, зачем вы пишете. Особенно, если это какое-то плохое. Потому что мы это правда все читаем. И мы, конечно, как бы не говорили то, что нам все равно тяжелое мнение. Мы все равно идем вперед. Все равно это задевает. Как бы ты что ни делал. И просто будьте добрее. Улыбайтесь. Я бы не сказала, что будьте вот прям добрее. Просто нужно научиться разделять конструктивную критику от клеветы. Да. Потому что... Меня всегда клевечат. Реально. Я всегда говорю, ребята, это клевета. Клевета. Но я еще скажу, что токсичность, это не всегда плохо. Да, да. Это заставляет тебя просто посмотреть с холодной головой даже на себя. И пойти что-то менять. Потому что, скорее всего, эти хейтеры, они ищут к чему прикопаться. В первую очередь, всегда нужно начинать с себя. Я согласна с Вероникой. То есть, поймите одно, что в этом мире никто не идеален. У каждого человека есть свои загоны. И как только людям... Вот, Валя, тоже послушай. Как только людям удается ударить тебя в больное место... Они начинают туда бить еще сильнее. Да. Главное, ты сильная. Все мы сильные, ребят. Просто, если вы научитесь справляться со своими комплексами, то никто никогда не сможет ударить по вам, по вашим больным местам. Я хочу сказать одно, ребята. Все мы не идеальные. Иногда мы... Человек имеет свойство поправляться, толстеть. Или на лице иногда вылазит прыщ. Но конструктивная критика и буллинг – это две абсолютно разные вещи. Иногда люди даже не могут понять, как они могут задеть, обидеть человека и подкосить его. Если вы сталкиваетесь с такими и вас за что-то пытаются загасить, загнобить, смотрите на все с трезвой и холодной головой. Потому что просто держите у тебя в голове то, что человек не вправе решать так, как выглядит тебе. Только ты и ты сам можешь решать, как ты хочешь выглядеть и существовать в этом мире. Так что все окей, все круто и классно. И прекрасно. Я думаю, зависть. Они, во-первых, не думают, они не понимают всей ситуации. Просто что видят, то пишут. И вот так это происходит. Ребят, как правило, это пишут дети. Это пишут дети, которые сидят, мне кажется, просто дома. Им скучно. Элементарно скучно. Они видят, так, до чего здесь можно докопаться. Ну напишу-ка я это. И, как правило, они пишут это в каких-то фейковых аккаунтах, потому что не хватает смелости. Ну вот смотрите, расскажу пример. Я танцую. Красиво танцую, идеально танцую. Я выложила видео, где танцевала. Ну красиво танцую. Всем понятно. Все пишут то, что красиво-красиво. И пишет мне какая-то девочка. Ты вообще танцевать не умеешь. Иди еще поучись. Я захожу, а это взрослая. Ну как взрослая, не ребенок. Лет, ну 17. Не 12. И она пишет то, что типа я танцую лучше тебя. Зачем ты мне это пишешь? Ну реально, я смотрю ее видео. Просто обычно... А ты думаешь, какая у нее была цель? Чтобы ты зашла на ее аккаунт, посмотрела ее видео? Ну я думаю, что она это написала с целью типа и привлечь внимание, и есть какая-то зависть. Потому что, ну типа это реально, это бред. Это просто такой пример. Я думаю, нет вообще смысла обсуждать эту тему, потому что каждому в голову ты все равно не залезешь и не узнаешь, чем человек мыслит, что его наталкивает на такие комментарии. То есть мы можем долго рассуждать на эту тему, можем долго предполагать. Но я, например, никогда не была на месте хейтера, чтобы написать кому-то что-то плохое, чтобы понять, чем люди руководствуются. А я была. Я хочу сказать только одно, хейтеры сильны не поодиночке, а вместе, все вместе. То есть если есть такой маленький один паучок, то ты его даже не заметишь в своем доме и, ну вообще никогда не узнаешь про него. А когда этих паучков очень много, ты уже замечаешь и такой, блин, что-то с этим надо делать. И вот отсюда уже они поодиночке вообще, ну ничто. Просто это воздух, это пыль, вот эти вот гадости, которые пытаются сказать, наговорить, наклеветать, это все неправда. А когда их очень много, ты только исходя из количества начинаешь уже типа, блин, ну вот их так много, может, возможно, это и правда. Но просто так сложились обстоятельства, что все люди, которые себя ненавидят, они лайкнули этот комментарий там или написали одно и то же в это же время. Не нужно загоняться и на эту тему можно рассуждать бесконечно, о чем эти люди думают. Но когда этих людей настигнет то же самое, они поймут, что мы переживаем. А я, кстати, люблю хейтеров, потому что отчасти, как бы там, мы что они говорили, что они плохие и так далее, отчасти они делают нас сильнее. Потому что, если бы не они, представьте, все люди вокруг просто говорили, что ты молодец. Если тебе все вокруг всегда будут говорить, что ты молодец, то, как правило, люди начинают к этому привыкать. Поэтому хейтеры, все сложности, которые у нас есть в жизни, они все делают нас только сильнее. Поэтому, ребята, продолжайте. Я хочу немножко поспорить, потому что хейтеры иногда не то, что делают сильнее, они... Может так совпасть, что в определенный период твоей жизни, когда тебе реально очень плохо, и ты пытаешься как-то внутри в себе что-то решить, что-то как-то облегчить себе жизнь, и у тебя свои какие-то мысли по этому поводу, и когда хейтеры начинают бить в это место, то, несмотря на какой ты сильный человек, это реально может тебя подкосить. И то есть это реально может тебя загнать в депрессию, загнать в нелюбовь к своему мужу. В господине не бывает взлетов. И через это просто надо проходить. Насчет музыки я хочу сказать, что, во-первых, когда мы куда-то едем все вместе, мы такие, о, давайте сейчас включим трек, значит, Бали, а потом Юли, а потом Кати. И в итоге, на самом деле, мы можем ехать час-два на машине и слушать только наши треки. Вот, но также мы, у нас есть, у каждого все равно это музыкальный вкус, он, ну, у каждого свой. Значительно отличается, да. Да, я, например, очень люблю какую-то американскую, британскую музыку. Кто-то слушает, например, только свои песни. Рэп. Кто-то рэп, кто-то Эминемы очень любит, да. Так что прям за всех отвечать сложно, но мы слушаем и творим музыку. Музыка, на самом деле, это многогранное такое непонятное, то есть, мне кажется, что музыки очень много. Я люблю, вот, абсолютно, я могу бутырку послушать, могу Эминемчика послушать, могу там пойти поплакать и свои песни послушать Шпулькины, Катюхины, короче, меломан. И вот, мне кажется, человек любит слушать то, что любит его душа. Я не знаю, как это сказать, то есть, ту музыку, под которой он расслабляется и получает релакс. Я не знаю, что сейчас в топе, я могу вообще слушать песни Си Си Кейдж, которую моя мама еще слушала и вот так вот. То есть, я не знаю, для меня нету современной музыки. Музыка, она вечная, да. Особенно та, которая была много лет назад, это просто, ее до сих пор слушают, сколько времени прошло, да. Музыка, она вечная, нету чего-то популярного, для каждого из людей есть только то, что ему больше нравится. Вот и все. Музыка дает тебе энергию. Я вот, например, утром встаю, включая в душе музыку какую-нибудь радостную, потому что если ты грустную включаешь, то весь день такой идет. А если ты счастливый, песня классная, в душе начинаешь петь, там можно под свою, но у меня пока не такая прям, следующее будет вообще огонь. Включаешь музыку и у тебя весь день просто хорошо проходит. Я такой, это кто такой, это кто такой красивый, это кто такой. И с таким настроением идешь в день, мне кажется, это шикарно. Да, а вечерком можно и грустненькую послушать. Я предлагаю следующий вопрос. Конечно, да, мы находимся все на одной площадке, и как минимум мы каждый день. Другие дома мы видим в рекомендациях друг друга, и со всеми мы поддерживаем связь, со всеми общаемся, да. Пересекаемся часто на мероприятиях, и со всеми хорошие отношения. То есть если кто-то думает, что у нас между домами какая-то вражда или война, конкуренция, это абсолютно не так, мы все занимаемся одним делом, просто мы немножко по таким вот семьям разделены. Вот так вот тут одна семейка живет, тут другая семейка динозавриком живет. И, короче, ни у кого нет никакой вражды, ненависти к друг другу. Мы все на каких-нибудь мероприятиях такие, о, да Рома, как у тебя делишки? И вообще все нормально. Этот видос был классный вообще. Да, типа ты такой разрыв снял. А трек вообще нереальный, да. Многие поддерживают, нет. Нет, я просто... Подожди, вот на самом деле очень много ребят спрашивают, почему вы все не соединитесь в одно целое. А как вы это представите? В трехэтажном доме 50 человек, и плюс все люди разные. Можно в пятиэтажном. Нет, ну ты понимаешь, все же люди разные. Вот, например, у нас кто-то из нашего дома ушел. Ну это будет вообще капец. Это просто будут пауки. Невозможно, ребят. Поэтому у нас такие разделения получились. А мы вообще все дома любим. Короче, изменения в себе, пластические операции и так далее. Что я вообще думаю по этому поводу? Комплексы это очень большая проблема человечества. Комплексы тебя могут навязать. Комплексы ты можешь сам себе находить и ненавидеть их всю жизнь. И я считаю так. Если тебе не нравится твой нос с горбинкой, он тебя бесит, раздражает. Ты не можешь с ним жить, не можешь видеть его каждое утро в зеркале. Слушай, никто тебе не вправе отказать в том, чтобы ты пошел и это изменил. И всю оставшуюся жизнь ты будешь себя любить. Ты и только ты можешь решить, как тебе существовать в этом мире. С каким цветом волос, с каким носом, с какими щечками, с какими зубами. Все зависит только от тебя. Если тебе не нравится, если ты себя не любишь таким, пойди, измени и люби себя всю свою оставшуюся жизнь. Я считаю так. И нет ничего в этом зазорного, стыдного, постыдного. Ничего в этом такого нет. Человек может сам решать, как ему выглядеть и как ему существовать. И я вообще ничего себе изменить не хочу. Потому что, ну, как-то что-то все как бы... Нету такого, что я бы в себе прям ненавидела и не любила. Вот. Но могу заметить, у меня очень короткие волосы на данный момент, да. И у меня, допустим, нарощенные сейчас волосы. И я не скрываю этого. Для меня это не стыдно. Мне это не нравится в себе. Я пошла, изменила. И мне все чики бомбони. Так что, ребята, все нормально. На самом деле, я с Валей соглашусь. Если человеку вообще не нравится себе что-то... Что-то зачем ходить с этим и мучиться? Лучше что-то сделать и полюбить себя. Вот, например, я... У меня очень-очень, на самом деле, свои тонкие губы. И то есть я даже это никогда не скрывала. Я чуть-чуть подколола. И они мне выглядят естественно. И незаметно, что я их сделала. Но теперь мне нравится. И мне нравится в себе абсолютно все. Вот. А до этого были прям тонюсенькие-тонюсенькие. И вообще верхнюю губу не было видно совсем. И... Но, если честно, насчет вот груди я не знаю. Ну, если у тебя минус один, то можешь сделать. Но если у тебя вторая, и ты хочешь пятерочку, ну, зай, подумай. Вот. А так... Зай, зай. Зай, зай. Вот. А так полностью согласна со словами Вали. Самое главное, да, чтобы человеку было комфортно в своем теле и видеть себя перед зеркалом. И он любил себя. Именно мы пробуем... Я вообще ногти сделал. Никогда в жизни не думал, что я ногти буду делать. Я сам из деревни, по сути, с Волгоградской области. И никогда не думал, что я ногти сделаю. У меня вчера мама приходит в эту, где маникюрную. И я с ней там здороваюсь. То есть это было так странно максимально. Реально? Она с сестрой приходит, и я с ней здороваюсь. А мне маникюр делают. В пределах разумного, в общем. Если это выходит за рамки разумного, то уже ты такой с вопросом. Да, если ты уже начнешь делать педикюр, это будет очень странно. На самом деле эти процедуры могут очень сильно затянуть. Иди вот такой, я вот вчера сделал. И я, когда приехала, я вообще сама из Беларуси, и никогда в жизни себе ничего не делала. Вот, даже не отбеливала зубы. То есть для меня это вообще не было такого. И я приехала, смотрю, что девочки там, кто-то подкалывает губы. Кто-то там пошел, зубы себе сделал. Я такая думаю, блин, хочу тоже. И пошла тоже себе сделала губы. Потом я такая посмотрю, блин, губы сдулись, надо еще. А потом еще, и еще, и еще. И это потом перерастает в какие-то другие процедуры, которые совершенно бессмысленны, совершенно тебе не нужны. Но ты уже просто себя не сможешь воспринимать другим. И тебе постоянно захочется что-то делать. Поэтому тут нужно тоже подходить ко всему с холодной головой. И думать, прежде чем что-то сделать. Можно я еще добавлю? Короче, в далеком детстве, когда я еще была маленьким бандитом, моя крестная тетя отвезла меня кататься на колесо обозрения. Оно было очень старым, очень ветхим. Короче, когда мы поднялись на самую высокую точку, оно очень сильно закачалось. И я вот так вот долбанулась, короче, губами об железную держатель. Было мне тогда лет пять. И после этого момента мне наложили небольшой шов на губу. Она у меня была странная, деформированная. Ну, то есть это было не критично. И замечала это только я. Но мне настолько это в себе не нравилось. И я постоянно замечала это. Постоянно это видела. Постоянно пыталась как-то это исправить, спрятать. И, в общем, года два, наверное, назад я такая думаю, блин, ну это больше не может продолжаться. Я не хочу видеть этот шрам, вспоминать, как мне было больно. Как я вообще плакала сильно. Вот. И я пошла. И мне буквально за три минуты очень маленьким количеством вот этой штуки исправили. И, то есть, все. И я теперь живу счастливо и спокойно. Все. Все, что я хотела добавить. Влюбчивый. Влюбчивый. Это в плане... Когда влюбляешься сейчас? Я два раза только влюблялся. Я вот, да, совсем другой человек. В принципе, несколько раз мы влюблялись. Мне кажется, просто у нас нет таких, кто... Так, мне сегодня нравится этот, а завтра понравится тот. А завтра мне уже нравится Вася. Послезавтра Дима, ну и так далее. То есть, нет такого. Ну да, лично я... У нас вообще даже не хватает порой времени на личную жизнь. О чем вообще речь? У кого-то ее просто нет. Нет, ну на самом деле, ну лично я, например, я такой... Если я влюбляюсь, то это надолго, и это очень сложно забыть. И с этим чуть-чуть не достойно живется. Особенно если там любовь невзаимная или что-то такое произошло. На такие темы рассуждаем 18 лет. Нет, слушай, нельзя. Нет, просто иногда, знаешь, когда ты слушаешь так, и говорят... Ну если я влюбляюсь, то я влюбляюсь. На всю жизнь. Надолго. Я так люблю страстной любовью. Нет, в любом возрасте человек может любить. Ну с этим я согласна. В 5 лет я могу любить своего щеночка, да, и потом всю жизнь буду вспоминать его. Ну то есть, ну разная любовь-то бывает, понимаете? И слушайте, на самом деле иногда так сидишь и думаешь, слишком это все сложно, и слишком это все тяжко. То есть каждый из нас... Для кого-то это легко, вдохновение там. А кто-то к этому приходит, типа, блин, вот такое произошло, я влюбился. И вот, то есть, потом этот человек еще полгода себе будет ломать, не буду пока спать, полгода будет ломать себе голову, типа, вот, этот человек. И все мы абсолютно разные, у всех разные чувства, и любовь, и это очень все сложно. Главное, чтобы он взаимный был. Ну я могу сказать одно, я могу сказать одно девочке, любят собираться по вечерам в одной комнате, и такие, ну что, ну рассказывай, ну как там, ну что-то. Ну да, по-моему, не нужно рассказывать секреты, так закрываем камеры. Ну я рассказал маленький секретик, так что... Мы немножко сплетничаем. В каждом доме должны быть сплетницы. Не, ну а о чем еще девчонкам вечером в субботнем поговорить и потратить? Ну не обязательно в субботнем. Или мы мелодраму можем смотреть, мы иногда смотрим мелодраму и такие, почему у них так все митико? У нас один раз вале такое было, опять клевета. Я не знаю, какой должен быть человек, чтобы в первую очередь обратить внимание на то, сколько у него подписчиков. Неужели узнать, какой человек нужно, посмотря на его подписчики? Я не знаю, если мне покажется такого человека, который действительно так мыслит, я, наверное, просто развернусь и уйду. Отталкивает это, да, сразу. Да я плохой комментарий оставлю. Неужели существуют такие люди, которые в первую очередь смотрят на то... Хотя ладно, существуют. Это факт. Очень много было знакомых, которые не хотели со мной дружить, когда у меня не было аудитории, не было моих людей. Как только у меня что-то появилось, я чего-то добилась. Юля, привет, а ты помнишь, мы же с тобой дружили раньше. Ну как дружили, я тебя гасила временами, а мы дружили, оказывается. Или мне в деле пишут, я пять лет назад у тебя ручку попросил с последней парты. Ты помнишь меня. И вот это очень тоже странно. Так странно. Так странно. А если брать из расчета типа подписчики и отношения, ну это максимально как-то тупо, непонятно. И большинство... Сейчас такой моментик. Большинство публичных людей, они же чаще всего скрывают свои отношения прям очень сильно. Это связано с тем, что люди не хотят типа показывать себя на вот это вот все. И это очень круто. Многие типа скажут, блин, это бред, это фигня. Это очень круто, потому что быть наедине со своим человеком и распыляться, показывать это все, это две абсолютно разные вещи. И то есть иногда даже люди, которые на медийку все выставляют, они просто пытаются, может, нахайпиться, я не знаю. А вот такие настоящие, они именно вот никогда никому ничего не покажут. Счастье любит тишину. Счастье любит тишину. А я тебя, мой воздух. Тыра-тыра-тыра. Ладно, все. Вообще, на самом деле, нормально. Каждый человек почти ругается матом. По факту. Ну, то есть, как сказать, у нас в России это даже вошло в норму, что ли. И мне кажется... Не, ну а что нет? Нет, ну если честно... Ну, у молодежи, да, у молодежи, да. Прямо рассуждать это неправильно, да. Но почти каждый человек использует это в своей речи. Подождите, ребят, можно вопрос, Юля, тебя задать? Да. Вот мне всегда было интересно. Матное слово, оно же состоит из тех же самых букв. Но почему при его произношении все такие... В смысле? Я это не пропагандирую, просто я иногда люблю задумываться на такие глубокие темы. Я сижу такая... Как? Кто решил, что это слово запрещено? Ну, вот просто кто взял это и решил, я не понимаю. Это странно, когда идет девочка во втором классе по школе на перемене. И такая... Ну лучше не говори, да? Давай! Сделай... И учитель такой... Я вот, например, когда учила в школе, вообще не могла себе позволить там пройти и с учителем слушать... Нет, это понятно, это неправильно. Извони, Керман, прости. Мы все грешники в этом мире. Ну ладно, а как вы относитесь, что в песнях Мата? Насчет песенок, это как раз я такое не одобряю. Я считаю, что если ты материшься, окей, но не пропагандирует. Ну я считаю, надо будет вечером поговорить там. Это уже потом. Нет, ну это мое мнение, я его говорю. Часто использование Мата в своем лексоне доказывает о том, что у тебя слишком маленький слабарный запас. Вот я с Германом согласна. Нет, просто пропагандировать, я считаю, что это... Мне кажется, ну нехорошо, тем более у нас в аудитории очень много есть детей. И мне кажется, нести это вот в массу в дети, мне кажется, это неправильно. На самом деле, просто я думаю, что вот когда будет комфортно, когда ты сможешь обеспечить там семью, тебе будет комфортно во всем, тогда вот это та сумма. Когда ты сможешь позволить маме, папе, что они захотят, например. А если, мне кажется, ты в первую очередь будешь гнаться только за деньгами и за какой-то определенной суммой, далеко не убежишь, так говорят. Ну реально так говорят. В первую очередь нужно делать то, что тебе нравится, но не из-за денег и не из-за погони за деньгами. Самое худшее, мне кажется, что есть в этом мире, это погоня за тем самым. Вот некоторые, которые люди уходят в блогерство, они начинают, вот есть такие люди, которые начинают, чтобы заработать. У них ничего не получается. Да, у них чаще всего ничего не получается, потому что они неинтересны, и всегда это видно. Всегда видно, если человек смотрит. Есть интерес, есть ли искра в глазах. Я делаю совсем ради денег, и это, конечно, приятный фич, что иногда ты можешь порадовать своих близких, своих друзей, что в целом ты себя чувствуешь комфортно. Но именно дело, которым мы занимаемся, и вообще в целом, если ты что-то делаешь, ты должен это делать, потому что тебе нравится, и ради этого дела, а не ради денег. У меня вот, кстати, даже была знакомая, которая начала снимать ТикТок, и мы с ней сидим, и она такая, ну вот, я пойду учиться, жду, когда у меня там стукнет определенное подписчиков в ТикТоке количество, чтобы я начала рекламу продавать. Я такая, потому что я даже не знала, что такое реклама, до миллиона, наверное, подписчиков, может быть, чуть-чуть меньше. И когда люди сразу же, начиная что-то в первую очередь, думают не о том, что это им по-настоящему нравится, приносит удовольствие, а о том, деньги, 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 на этом, как правило, и заканчиваются мысли. Поэтому суть басни такова, не гонитесь за деньгами, ребята. Это не самое главное в жизни. Деньги, на самом деле, очень меняют людей, и это правда. Деньги иногда могут испортить самого даже классного и доброго человека, потому что ты не знаешь, как они на тебя повлияют. То есть я могу сказать так, что я из бедной семьи, и когда у меня начали появляться там нормальные, приличные суммы, я вообще как-то не сошла с ума, знаете, но другой человек, возможно, у него бы немножко так поехала крыша из-за этого. Но если ты идешь в какое-то дело чисто ради того, чтобы заработать, у тебя никогда ничего не получится, потому что эта карма так вот сложилась в нашей вселенной, то, что когда ты хочешь что-то сделать из корысти, нифига, вот как бы ты что ни делал, не получится. Или даже прогорит у тебя очень все это быстро. Я помню, я снимала, у меня такие горящие просто вот такие глаза были, когда я придумала новое видео, и когда я видела то, что моих людей, которым интересно за мной наблюдать, становится с каждым днем все больше, я вообще не знала, что такое реклама, вот как Юля и Катя сказали. Я вообще не знала, что на это можно заработать денег. Я просто делала и топила чисто из-за своего энтузиазма, интереса, из-за своих вот этих горящих глаз, идей и всего этого нового. У меня тоже есть много друзей, которые такие, слушай, я тут видос придумал. Вот я по моим прогнозам на меня подпишется столько этот человек, а через месяц, если я буду идти в таком же темпе, то я разработаю систему, я буду снимать по пять видосов в день, а не я стану популярным тиктокером, который будет зарабатывать миллионы. Но такого не случится, потому что ты изначально идешь не ради того, чтобы тебя любили, не ради того, чтобы найти новые знакомства, друзей, людей, которых ты будешь вдохновлять, а ради бумажек, которые просто будут сквозь твои руки проходить, и все. И ничего нового ты не узнаешь. Вот я так считаю, что деньги иногда очень портят людей. И главное держаться и не сойти с ума из-за этого. Они дают возможности тебе двигаться дальше. Главное, нужное русло их вкладывать. Деньги — это огромный ресурс, который ты можешь вкладывать в учебу. Если ты играешь на фортепиано, на гитаре, ты можешь вкладывать это в оборудование. Ты можешь вкладывать это в родителей, потому что родители — это самые первые люди, которые заслужили твоего внимания и каких-то сюрпризов от тебя. Ты можешь это вкладывать в отдых. В недвижимость. В недвижимость. Ты можешь это вкладывать в саморазвитие, в себя. Ты первые свои деньги куда дала? Куда я потратила первые свои деньги? Давайте каждый скажет. Это даже был не TikTok. Первые деньги, которые сработали, я даже назову, сколько это было, это было 45 тысяч рублей. В том году я отснялась пилотной серии сериала, заработала эти деньги и пошла, купила себе 7+. Даже не самый последний iPhone я себе купила, чтобы просто улучшить качество и чтобы ребята, которые за мной следят, видели в лучшем качестве. Потому что я снимала на Xperia, у которой там камера уже разбита была. Я это вложила в себя и в людей, которые на меня подписаны. Вот так. Первый. Ну, это сложно. Я всегда привык копить. Я раньше работал оператором. И я помню, что вот такие вот первые большие заработанные деньги я потратил, я купил себе камеру. Опять же, лучше, чтобы лучше снимать, потом покупался там стабилизаторы, всякие там микрофоны и так далее. Но совсем вот первые деньги, я помню, что я был, когда был совсем совсем маленьким, мне было лет 7, я был в одном модельном агентстве, и я получил за одну фотосессию 2000 рублей. И я не знал, куда девать эти деньги. И в какой-то момент я захожу в магазин и вижу мышку. Обычную мышку, знаете, они их продают для того, чтобы на как корма каким-то другим животным. И мне как-то... Я увидел одну, и мне их стало так шалко. И в итоге я купил мышку, клетку к ней, и она... Я назвал ее... Это был мальчик Артур. И он жил у меня... Бабич? Он мне жил 3 года. И вот так вот я потратил свои первые деньги. А вот именно первые деньги, когда ты стал блогером, а не когда ты был ребенок? Ну да, крупные в плане. Когда я стал блогером, у меня украли телефон. Был момент, у меня украли телефон. Нет, с рекламой. Вот, с рекламой. У меня украли телефон, и я понял то, что... Ну, не нужная история, давай просто что-то купил. Ну, айфон купил. Все, Юля, дальше. Я не могу, это уже с 7-ми камер. Ты что купил? Давай говори. Говорю! Что купил? Мне кажется, это банально, но в первую очередь я тоже пошла, купила себе телефон, потому что у меня он был плохой. Ну, кажется, это был плохой. То есть, мне кажется, это вполне логично, как... И вообще, знаете, это не было так, что тебе за раз пришли эти деньги. Я копила на этот телефон, помню, 4 месяца, чтобы пойти и купить себе 8-й айфон. Я прям ходила, и мама такая, молодец, молодец, откладывай. И я помню, когда я пришла, такая мама, молодец, возьму с полки огурец. Все ребята знают, что я совсем недавно только что-то заработал. Я полгода в одной и той же одежде ходил, и... Можно мой тикток посмотреть, ну, может быть, у кого-то из ребят даже брал, серьезно. Вот. И когда первые деньги появились, я часть родителям отдал, и меня Заир надоумил на то, чтобы купил я себе вещей. И я только сейчас купил себе вещей дорогих, и я все странно чувствую после этого. Вот. 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 Кроссовки и маникюр. Но это добавляет те уверенности, и я, когда видео снял в этих вещах, я почувствовал новую энергию от себя. То есть, это вложение в себя, и это стоит делать. Вот. И родителям отдавать. Когда я... Катя, подожди. Катя, ты сказала, что ты про айфон. Ты сказала телефон. А ты же кушать хочешь, подожди. Может, я хочу рассказать. Ну как? Ты сама мне не говоришь, не рассказывай, говори, что купил. Про мышку рассказала. Вот. Вот обычно вот такие мелкие ссоры у нас бывают. Ты не дал мне сказать. Это я хотела сказать, а ты мне не дал. И вот это. Ладно. Хорошо. Все? Все. Да. Я купила себе тоже телефон. Я купила себе седьмой айфон. Тоже не новый. На тот момент был там уже, по-моему, я не помню, какой там уже. Восьмой точно был. Вот. Я захотела себе именно седьмой. Но я купила не за один раз. Я купила на него целый месяц. Я откладывала там себе по пятьсот рублей, по тысяче. А потом как пошла, как купила. И такая, все, теперь я классная. А там уже потом десятый вышел. Я так думаю, ну ладно. Все? У меня все расчеты до хайпхауса вел мой папа. И все деньги, которые мне приходили, они приходили ему на карту. Они мне запрещали вообще что-либо брать оттуда. И если мне что-то нужно было, они мне сами свои деньги давали и говорили, покупай. Но потом я говорю, так, я хочу телефон, давайте мне деньги. Они говорят, нет, не дадим. А у меня была пятерка. И я специально ее утопила в унитазе. Вы не знали этого? Унная. Унная. Ну да, это была классная идея. Зато на следующий день, ну не на следующий, еще папа меня решил проучить. Два дня я была без телефона, без интернета. Ну и на третий день у меня уже была семерка. А родители знают? Или шестерка? А родители знают эту историю? Я пыталась кричить. Теперь узнают точно. У меня мама Шерлок, ее не проведешь. Она все догадалась. А на камеру в туалете посмотрела. А на что потратила? А мне папа всегда говорил, что на камеру в туалете вот, я купила. Они мне сказали, вот, держите, твои деньги, покупай свой телефон. Делай, что хочешь, они мне так сказали. Я такая, что ты делаешь? Утопила телефон, делай, что хочешь. Можешь вообще уходить из дома. Она так и сделала. Заходишь в туалет, такая, ой, упал. Смывать. А почему бы не утопить? Ну, я его не смыла. Просто утопила. Почему бы и нет? Судьба решит, что с тобой делать. Короче, как я себя вижу через 10 лет? Это мне сколько будет? 29 роков, короче. 29 лет. Что я буду делать в 29 лет? Я думаю, что я... Короче, у меня должна быть по-любому желтая шуба. Я вот 100% стала желтая шуба. У меня есть мечта и цель в жизни. Я хочу открыть огромный, огромный приют для животных, где будет все идеально работать. Ну, то есть, где прям будет идеальное условие. Я прям мечтаю об этом всю свою жизнь. Мы с Потапом обколесим вообще весь свет и с хайп-хаусом. Я надеюсь, что мы до старости прям до старости будем вместе и уже даже в старости друг к другу надоедим и мы так будем ходить и такая Димас, иди отсюда. Заира на коляске будем катать. Заира на коляске мы так будем катать. Ну, в общем, к 29 годам я думаю, то, что возможно, у меня уже новое поколение тиктокеров подрастет, если я буду бэби-мама. И, короче, я не знаю, ну, просто это нельзя планировать. Нужно идти так, как жизнь тебя ведет той дорогой, которая тебе удается. Я не знаю, как это еще сказать. Ну, в общем, по моим расчетам и так, как я это вижу, все будет супер, дупер, классно. И желтая шуба у меня обязательно должна быть. Я не знаю, почему именно желтая шуба. хочу, чтобы у моего папы и моей мамы была идеальная жизнь. Я хочу, чтобы они себя в старости чувствовали просто как дети, потому что я хочу, чтобы они жили где-нибудь на острове, где всегда круглый год лета, где всегда очень классно и круто, и чтобы они вообще без забот жили. Вот я хочу им в первую очередь устроить такую жизнь, такую старость, чтобы они чувствовали себя на 50 лет моложе. Отлично, Герман. Ну, если честно, вот вы, конечно. Если честно, мне не дали сегодня столько 18, и я, мне каждый раз мне часто задают вопросы, а я не знаю, как ты думаешь на 10 лет вперед. Я не знаю, что-нибудь на следующей неделе вы мне говорите про 10 лет. И каждый раз я задумываюсь, честно, но понимаю, что через неделю я уже буду по-другому представить себя через 10 лет. И настолько все сейчас быстро меняет, я подросток, я живу так, как я хочу, я меняюсь, и поэтому я не могу сказать точно, но я могу сказать точно, что я буду путешествовать и буду получать эмоции, и буду проводить больше времени с родителями, потому что я их очень люблю. Отлично. Ты путешественник получаешь. Отлично. Робинзон Крузо. А дальше? Юлия. Юлия, дальше. Честно, я не могу вот сказать, как ребята, сказать что-то точное, потому что у меня свои мысли на этот счет, что каждый день у меня что-то меняется. Могу сказать одно, что я 100% не уберу никуда свою упертость, целеустремленность, я все так же буду продолжать работать, делать что-то для себя, для моих близких, но сказать точно, кем я себя вижу, какой я буду, знает только, как говорится, выше, что будет со мной, доживу вообще, знаете, как говорится. Поэтому я надеюсь на лучшее, буду прикладывать усилия, что будет, то будет. Что в голову придет, то со мной придет. Я вот ни в коем случае не хочу загадывать. В голове есть цели, и к ним я буду идти. Единственное, что я сейчас хочу, все, что могу сказать. Отлично. Дима? Я согласен с Юлей. Я не знаю, честно, прям вот через 10 лет, кем я буду, но я бы хотел, чтобы меня, у меня мало, на самом деле, зрителей, не так много, и хотел бы, чтобы они узнали меня с другой стороны. Я чуть-чуть ворвался с такой плохой ноточкой, вот, и хотел бы, чтобы они меня узнали побольше, получше. Вижу себя, может быть, артистом, а может и нет. Не знаю, что дальше будет, честно. Это не предугадать так же. Отлично. Молодец. Я быстренько сказал. Классно. Я, конечно, не как ребята, я вообще раньше жила одним днем, то есть я просыпаюсь, живу, то есть никогда ничего не планировала, то есть постоянно по факту вот так вот быстренько, вот, но в последнее время я начала хотя бы вот недели жить, то есть какие-то планы на неделю там есть, отлично, но что-то больше я не планирую, потому что всегда все сбивается, сбивается график, все идет не по плану, не так, как запланировано, а я люблю, когда все четко и когда все по плану, прямо я не люблю никогда опаздывать, ну ладно, это уже потом, вот. Сама сказала кратко, я не люблю никогда опаздывать. Ну это я уже пошла, поехала, вот, и что-то я еще хотела добавить, вот, но я знаю, что в будущем, у меня будет хорошее будущее, я, ну конечно, если меня не убьют, а то вдруг там киллера закажут, на кого-то там наеду, мне пу-пу, ладно, это уже не надо об этом, вот, но я думаю, что у меня будет хорошее будущее, что я буду успешным человеком, но, кстати, я, ребят, думаю, что через 10 лет мы за Ириной коляске не будем катать, через 10 лет он еще не такой старый будет. Учитывая то, какие мы, мы через 3 года будем. Я, я, так как мы его нервы мотаем. Реально. Ну не знаю, в общем, я про старость тогда сказала, что в 70, там 80 лет. Ну да, мы про старость имели в виду, а не через 10 лет. Я еще такой, а ты не там. Азайр еще молодой. Как так, через 10 лет на коляске. Вот, но, в общем, думаю, что, я вообще думаю, что все здесь мы через 10 лет будем очень успешными людьми. Вот честно. Ну, успешный продюсер уже есть, как говорится, осталось немного. Успешный делает. Он воспитывает, да. Да, отлично. Вероника. Я, на самом деле, не люблю загадывать на будущее, особенно об этом говорить. У меня есть какие-то свои цели, какие-то свои планы, к которым я иду. Если будет что-то меняться на протяжении жизни, то пусть меняется. Как мне кайф, так и будет. Что вообще ждать, ожидать, и что будет нового? У меня сейчас готовится песня, душесчипательная, просто, просто, нереальнейший хитский трек. Просто песня, которая очень цепляет мою душу. Уже ребята слышали, и я надеюсь, что скоро услышите вы, и будете тоже слушать этот трек, и что-то ассоциировать с ним. Также у меня вышла книга, в которую я просто столько всего запихала, что вообще со мной происходило. сходила, я ни на одних интервью так ничего не рассказывала, как изложила все в этой книжке. Дальше ждет очень много всяких шоу, мероприятий, еще очень-очень много всего. В общем, надо работать, работать, работать и работать. У меня сейчас я пишу трек, и не один. Я на самом деле, я говорю, что я очень долго к этому шел, я очень долго этого хотел, и теперь я очень рад, что у меня есть такая возможность этим заниматься. Так что ждите от меня треков, и, возможно, шоу на YouTube. Про себя я не буду долго говорить, скажу, что очень много кастингов сейчас прохожу, безумно много работы для того, чтобы потом вам показать результат. Треки, несомненно, уже к Новому году кое-что готовится, возможно, вы уже слышали в ТикТоке кусочек, но это не точно. Просто скажу, что много работы для того, чтобы потом вам показать результат. Вот все. Воспользуюсь возможностью. У меня уже вышел трек «Западает 30 ноября», можете послушать. Будет сниматься клип на него. Хочу попробовать себя в роли в кино, где-нибудь в сериалах. Будет шоу на YouTube, обязательно. А, и новые треки. Я уже написал один. Ну, прям молодец. Так. Все. Ты кай, ты, блин. Так, о моих планах на ближайшее будущее. Конечно же, первым делом покушать, как я только выйду. Вот. А потом мы будем снимать клип на песню, которую я только что пела. Кручу, верчу. Вот. Ну, а больше я вам ничего не скажу. Увидите. Вероника. Я каждый день пишу песни, поэтому ждите от меня треки. Также клип будем снимать. И, наконец-то, мне уже есть 18, и мне все можно. Теперь я не буду отделять салют. У-у-у-у. У-у-у. Окей, ребят, давайте наше любимое. У-у-у-у. У-у-у. Самое главное это... Улыбайтесь. Живите, любите, верьте в себя, и не перебивайте Юлю, Юлю, иначе она будет жить. Давай, Юля, говори. Ну, в общем, вообще, ребята все сказали, просто самое главное верьте в себя, никогда не слушайте клевету, буллинг, никогда не поддавайтесь влиянию других людей, слушайте только себя, своих близких, и у вас все получится. Юлька Шпулька, хайпхаус вас верит. Да, клевета это очень плохо, поддержу Юлю. Гуляйте чаще, дышите воздухом, свежим воздухом, потому что здоровье это самое главное. Как будто день рождения у кого-то. Я хочу сказать одну мысль, которая постоянно, каждый день в моей голове, чтобы она тоже шла с вами все время в голове, с вами просыпалась с этой мыслью, и чтобы у вас все было классно. В общем, не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. И проанализируй, что ты сделал сегодня, чтобы завтра быть ближе к своей цели. Вот эти две мысли, они всегда со мной. И никогда не сдавайтесь, идите и проломливайте стены головой. И знаете что? Оставляйте все свои обиды в прошлом, убирайте их оттуда и стремитесь дальше. А с вами был Hype House. До новых встреч! Всем пока! Спасибо большое! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!